Привет, с вами Сергей Кулеш, и сегодня я расскажу вам о необычном беспроводном маршрутизаторе Securify Almond, встроенный сенсорный экран которого позволяет легко и быстро настроить доступ к глобальной сети даже новичку. Маршрутизатор Securify Almond поставляется в небольшой картонной коробке, практически кубической формы. По ее оформлению можно оценить дизайн устройства, его маркетинговые преимущества и основные технические характеристики, а также в страну, где его произвели. Чтобы получить доступ к внутреннему пространству коробки, достаточно вытолкнуть ее основу за пределы внешней части. Роутер уложен в верхней части упаковки, а вся комплектация скрыта под картонной вставкой. Здесь вы найдете внешний блок питания на 1 А с опциональным переходником на другую вилку, сетевой кабель RJ45 и краткое руководство по эксплуатации на шести языках, включая русский. Маршрутизатор Securify Almond полностью обклеен защитной пленкой, что вовсе не удивительно с учетом того, что он выполнен из маркового глянцевого пластика черного цвета. Этот материал хорошо смотрится лишь в первозданном виде, но уже через несколько дней эксплуатации покрывается пылью и небольшими царапинами. Устройство выполнено в виде компактной плоской коробки, зажатой между двумя изогнутыми к низу панелями, выступающими в роли своеобразных подставок. Таким образом, при взгляде сбоку роутер кажется больше, чем он есть на самом деле, а в профиль напоминает стилизованную букву А. Кроме чистой эстетической привлекательности, такая конструкция обеспечивает отличную естественную вентиляцию, при которой нагретый воздух выходит через перфорацию сверху, а холодный беспрепятственно поступает снизу через такую же перфорацию. Первая изогнутая подставка Securify Almond содержит только наименование производителя и его логотип в виде щита с антенной. А вот по центру второй панели размещен основной орган управления роутером, цветной сенсорный экран резистивного типа с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320 на 240 точек. Таким образом, верхнюю и нижнюю грани корпуса мы уже рассмотрели. Кроме дырчатой перфорации, там можно найти две наклейки со служебной информацией и пару винтов крепежа. Передняя грань полностью свободна, а на заднюю вынесены все доступные порты и органы управления. Это ван-вход и пара LAN-портов со встроенными индикаторами активности, отверстие для перезагрузки и гнездо блока питания. На скруглении задней панели также можно обнаружить хвост тонкого пластикового стилуса, с помощью которого можно не только работать с резистивным сенсорным экраном, но и перезагрузить устройство в случае необходимости. Интересно, что Securefy Armour не оснащен кнопкой включения. Он готов к работе сразу же после подключения к сети питания и первоначальной загрузки, о чем будет свидетельствовать экран и белый светодиод под ним. Первым делом вам предложат выбрать язык интерфейса из тех же шести вариантов, что и гайд. Затем последует выбор региона и запуск мастера настройки. Последний подскажет вам, где же спрятан стилус, если вы еще не нашли его сами. Предложат выбрать режим использования, маршрутизатор или повторитель и подключить интернет-кабель к ванпорту роутера. Далее последует процедура автонастройки, в ходе которой роутер попытается самостоятельно определить тип соединения. Если же этого не произойдет, вам предложат выбрать один из следующих вариантов подключения. Не знаю, DHCP или кабельный модем, DSL или ручной IP. В процессе вам могут предложить перезагрузить роутер, но для внесения детальных настроек, например клонирования MAC-адреса, может понадобиться запустить веб-интерфейс. Каждое из пяти окон меню содержит до пяти крупных пиктограмм и кнопку перехода к следующему окну. В главном окне расположены пункты соединения, защита, беспроводной, расширитель диапазона, статус. Во втором добавить устройство, мастер настройки, экран, веб-управление и прошивка. Далее следует соединение, системный журнал, статистика, поддержка и справка. Четвертое окно содержит пункты фильтр, пользователи, погода, время, DMZ и, наконец, последние два пункта точка доступа и у нас. Назначение каждого из пунктов в целом понятно. Они позволяют быстро оценить состояние сети и количество подключенных устройств. В меню экран также можно настроить тайм-аут выключения экрана. По умолчанию это 1000 секунд. И задать четырехзначный цифровой пин-код для блокировки экрана и, соответственно, возможности прямого управления роутером. Меню беспроводная сеть позволит задать SSID и пароль для основной гостевой сети, а также выбрать канал. Однако, если вы также захотите определить режим Wi-Fi сети, то вам придется прийти к веб-интерфейсу. Отметим, что поменять язык интерфейса можно в любой момент с помощью сенсорного экрана. И мы настойчиво советуем воспользоваться этой возможностью, так как нативный английский интерфейс выглядит намного лучше, чем его неоптимизированный перевод на русский. С точки зрения удобства очень понравилось наличие экрана, но марки глянцевый корпус, требующий достаточно сильных нажатий резистивный экран и всего один вариант установки роутера на стол, несколько сназали приятное впечатление. Также отметим, что на нижней части роутера нет резиновых накладок, он опирается на стол скользким глянцевым пластиком, так что если вы не хотите, чтобы устройство жило своей жизнью, то вам придется закрепить Ethernet кабель и провод блока питания. И в самом конце озвучим краткие технические характеристики Secrefy Almond. Маршрутизатор оснащен MIPS-процессором с рабочей частотой 384 МГц и двумя внутренними антеннами, которые позволяют добиться скорости передачи данных до 300 Мбит в секунду. Поддерживается два проводных 100 Мбитных подключения и до 50 беспроводных, работающих в стандартах 802.11 BGN в единственном диапазоне 2,4 ГГц с поддержкой протоколов безопасности Web, WPA и WPA2. Если вам понравилась концепция минимальной настройки и встроенного сенсорного экрана, но не устраивает не самый высокий на данный момент уровень функциональности этой модели, то присмотритесь к флагманскому Secrefy Almond Plus. Эта новинка может похвастать целым рядом преимуществ, включая поддержку стандарта 802.11ac наряду с распространенным 802.11n, наличие четырех LAN-портов и одного разъема USB 2.0, возможность у горизонтальной вертикальной на стене инсталляции и так далее. В итоге Secrefy Almond – это беспроводный маршрутизатор среднего уровня с двумя 100-мегабитными LAN-портами и поддержкой Wi-Fi 802.11n в единственном диапазоне 2,4 ГГц с максимальной скоростью 300 Мбит в секунду. Но главное достоинство этой модели заключается во встроенном сенсорном экране с интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет свести к минимуму так пугающий и новичков процесс первоначальной настройки роутера. Продолжение следует...